Приветствую вас и в принципе само ваше желание уберечь ребенка от стресса правильное и верное, потому что действительно, если бы вы показали откровенность и вам больно, малыш мог бы испугаться и после этого могли бы быть какие-то негативные последствия у данного происшествия, но вам не нужно было показывать ему в язкой форме, что вам плохо, но показать ему, что вам больно вообще, нужно сказать ему об этом, о том, что вот, помнишь, ты прижимил мне палец с дверью, из-за этого я была вынуждена обратиться к нашим, из-за этого мне было очень больно, это просто ему так спокойно скажите, и у меня, значит, теперь я не могу там делать что-то, то есть подать результат его действия как негативное воздействие на вас нужно, чтобы ребенок так больше не делал, уверен, вы никогда ничего подобного ему не говорили, и это будет впервые, именно потому ваши слова запомнятся, и если ребенок сделает так еще раз, после того, как вы сказали ему, вот тогда да, тогда нужно показать, что вам больно, потому что ребенок уже знает, что после таких действий, вы идете к врачу, увлечитесь и так далее, и с вами вообще происходит не очень хорошая вещь, но в первый раз, ребенку лишь нужно спокойно, ласково, доброжелательно, с пониманием объяснить, что произошло в результате его действий, и чем это обернуло для вас, уже сейчас, ему желательно бы понимать, чего делать можно, а чего делать нельзя, это будет полезно. Ну и немаловажную роль играет, как бы сказать, субъективная сторона того, что произошло, то есть хотел ли ребенок пришлимить вам пальцевой дверью или нет, если это произошло случайно, в процессе игры или вообще непредвиденным образом, то безусловно, а такое вряд ли повторится, и ребенку просто нужно более ласково, более доброжелательно все объяснить. Если ребенок намеренно вам пришумил пальцы, или вы его предупреждали о том, что так делать нельзя, а он все равно сделал, не понимая, чем это обернется для вас, то желательно подбавить в свой голос немножечко обиды, холостка, отстраненность, чтобы опять-таки ребенок чувствовал, что то, что вы говорите серьезно, но при этом, чтобы не было откровенно негативного или откровенно аффективного у вас состояния, что негативно только лишь повлияет на неогребшую детскую психику. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен, пока желаю вам всего доброго, удачи и выздоравливайте.